Приветствую вас, Станислав, давайте разберем ваш вопрос. Во-первых, то, что касается депрессии, здесь я настоятельно рекомендую вам обратиться к врачу, потому что никто вам давать рекомендации по депрессии не будет. Пока диагноза у вас нет, говорить о том, что у вас депрессия нельзя. Можно говорить о том, что у вас депрессивные состояния, можно сказать, что вы их травмированы, да, но то, что у вас депрессия, сказать нельзя. Это первое. Второе. Для вас, может быть, все звучит и выглядит так, что после того, как с девушкой мы раздались, а вот, ну, как бы, началась вся вот такая история, для вас так выглядит. Я верю, я верю, я верю в то, что для вас это действительно так выглядит. Но штука в том, что просто так ничего не бывает. И я бы сказал, что проблемы у вас были еще раньше, когда с девушкой вы, вероятно, не встречались. И даже, возможно, не были знакомы. Потому что то, как сильно вы отреагировали на ее решение с вами расстаться. То, какого характера были отношения между вами. Все это свидетельствует, конечно, о том, что отношения были, ну, в большей степени такие, скажем, компенсирующие. Это когда через одного человека, да, ну, то есть через партнера, другой человек пытается что-то для себя получить, ну, вот. И, ну, соответственно, можно говорить о том, что здесь у вас проблематика именно вот такая, что вам изначально девушка уже была нужна, и вы изначально были в ней, на мой взгляд, ну, может быть, через чур заинтересованы. То есть вы уже, вы уже в ней нуждались, вы уже чувствовали, что она вам нужна. Вот. И, соответственно, я думаю, что нужно смотреть не на отношения с вашей бывшей девушкой. Необходимо смотреть на то, что было до этого, до нее, до того, как вся эта история началась, и еще. И вот уже там вы будут ответы на вопросы, скорее всего. Вот. Потому что страсть, которую вы описываете, это очень здорово, да, там, вот, ну, нокаут, скажем так. Здрасте, это очень хорошо, но, повторюсь, есть некоторые нюансы, и, вот, в данном случае, наверное, эти нюансы как раз нужно учитывать. Что касается самооценки, то я боюсь, что самооценка у вас изначально была не на высоком уровне, а я думаю, что просто не было у вас, эм, ну, как бы, повода, эм, скажем, скажем так, ее проверить, да? Вот. Я бы, наверное, так сказал. Так, то есть, не было, ага, возможности испытать ее, маценку вашу. Я имею в виду, вывод. Поэтому, тут, как бы, вопрос о том, что, насколько у вас была высокая самооценка, и насколько один человек, другой человек. Способен эту самооценку. А, за них, это большой вопрос. Особенно, если учесться. Такому человеку вы, ну, полгода были вместе. То есть, это не, ну, скажем так, это не какое-то такое огромное количество времени, что вы провели вместе. Так, с ней. Ну, с девушкой я не имею в виду, а это все-таки, ну, такой, эм, куда более минимальный, скажем так, период времени. Итак. Мне 30 лет, высшее образование, кандидат наук. Высокого роста, стильно одеваюсь, неплохо зарабатываю. С личной жизнью никак не складывается. Ну, смотрите, здесь, я полагаю, такой, эм, классический образ вырисовывается, на мой взгляд, человек, который боится близости. Человек, который боится своих чувств, боится своих эмоций, который сдерживает их. Вот, который, в общем-то, многое-многое вещи держит в себе. Ну, вот, мне не очень, честно говоря, приятно, приятно это говорить, но, эм, вы, эм, являетесь, эм, как бы таким, знаете, эм, классическим, я бы сказал, эм, представителем, эм, возможно, российского, эм, ну, российского, русского, да, эм, мужчины, вот, который, эм, живет, ну, в таком, вы знаете, эм, 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 в некотором, отрыве от своих чувств, да, от своих эмоций, вот, эм, при чем, при чем, эм, я прошу меня извинить, эм, вот, эм, сразу я, эм, знаю, что, ну, вам, эм, вероятность всего будет, эм, неприятно это слышать, эм, вот. Ну, я должен это сказать, эм, потому что, дело в том, что очень многие, эм, очень многие мужчины, эм, в России, в России, эм, в России, 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 в России Это мы уделили, да, и вот то, что у вас, как вы говорите, три высших образования, да, и то, что у вас, ну, это не приятно, а у вас просто высшее образование, вот, то, что вы кандидат наук, вот, то, что вы неплохо, зарабатываете и так далее, то есть, как бы, все это я, безусловно, верю, вот, я вам, ну, я вам верю, безусловно, вот, то есть, я не думаю, что вы обманываете, но важно понимать, что все это идет в отрыв, 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 отрыв. У меня есть такое ощущение, что изначально вы очень, очень, очень сильно зацелены, нацелены на успех, вот, что изначально мне кажется, как изначально мне кажется, это работает, вот, вы нацелены на успех. И, собственно, ничего, кроме успеха, у вас на таком вот, каком-то глобальном уровне, да, может быть, вас ничего не волнует. Вот, вы считаете, что, ну, вы, довольно, скажем так, интеллектуально мыслищий, э, рационально мыслищий, вот, человек, я бы так сказал, вот. Ну, другое дело, что, к сожалению, к сожалению, вам это, ну, не помогает от слова совсем, да, вот, поэтому тут, конечно, э, есть некоторая, ну, некоторая проблема, безусловно. Вот. Дальше. Дальше. Так, э, ну вот, как то, как вы, как вы о себе разъявляете, я должен прям показывать. В начале года были отбывы отношения с девушкой на 10 лет меня младше, невероятно стратный, горячий, я вероятно встретил любовь всей своей жизни. Ну, вот смотрите, э, у нас не горячие отношения, уверен, что встретил любовь всей своей жизни. Э, э, ну, ну, мягко говоря, мягко говоря, это немного странно, то есть, ну, ну, вот, э, в каком, э, в каком смысле это странно. Э, э, странно в том смысле, что, э, любовь, если она, ну, вот, действительно любовь, любовь-любовь, э, то она, э, как правило, э, знаете, э, э, недороплива, она, не смешит, она не поропит любовь, вот. Э, если это любовь, понимаете, какая штука. А вот, э, вы, э, почему-то, э, почему-то вы, э, э, ну, торопитесь, почему-то. Понимаете, какой, э, момент, момент вы впишите, вот, вы, э, вы думаете, вы думаете, что отношения начинаются, э, ну, это, э, э, по, стрессам, э, вот, э, могут переносить любовь, а, нет, к сожалению, нет, не могут. Отношения, которые страстные и горячие, это именно что? Страстные и горячие отношения. Молны любовь. И вот то, что вы говорите, я думал, что встретили любовь в своей жизни, всей своей жизни. Для меня это значит, я хочу, я хотел. Я очень хотел встретить любовь в своей жизни. Понятно? Вот. Ну, так как бы, вопрос, что здесь заключается в том, а чего вам не хватало ранее, что вы нуждались вот в такой любовь. Почему девушка младше вас там на десять лет, да, как бы. Вот. То есть поймите правильно, опять же, я вас, я вас не обвиняю ничем. Не говорю, что вот вы там плохой, так нельзя и всякое такое. нет. Нет. Ничего подобного. Просто момент здесь такой вот неоднозначный, что чувствуется вот эта вот такая, знаете, компенсаторная немного история. Вот. что я пытаюсь собственно, да вас, да вас, да нести. Что я пытаюсь, да вас, да нести. Так что, тут не нужно, ну, как-то торопиться, да, с выводами. Дальше. Я был венен за собой в своей жизни, она к затем предоставила женский разрыв, девочка заявила, что поняла, что ей лучше комфортно быть одной и хочет идти в работу и учёбу. Ну, вы знаете, я понимаю, что мои слова о том здесь чисто предположения, но я уверен на несколько процентов, несколько сотен процентов, что вы слишком много внимания девушке уделяли. Вот. Я вот более чем в этом уровне. Я пытаюсь ошибаться, но вот мне кажется, что именно так. Дальше. Так. Предлагают предложить общение прямо как с друзьями. Началась самоизоляция, а мы физически не могли увидеть с нас к месту. Сказала самоизоляция. Самоизоляция завершилась. Какая-то бывшая мне заявилась, я поняла, ошибившими даже на уровне с ними, я заявилась, что человек от меня из жизни стирает, телефон удаляет из соцсети. У меня это был удар. В общем, удар-то, Санюшо. Вы говорите про удар, да? А, собственно, в общем, удар. Ну, то есть, как бы, что конкретно для вас является ударом вот здесь? Я бы очень хотел, этот момент, ну, прояснить, скажем так. Вот. Что конкретно для вас является ударом? Или можно сказать так. Чем девушка или как девушка вас ударила? Вот конкретно. Это очень важно. Знаете? Такая штука. Это крайне важная история здесь. Дальше. Дальше. Я надеялся, что она придумает, но она была непреклонна. А, значит, соответственно, что вами её двигают, двигают. Мои стенания, слова о том, что меня сейчас грозит. Она слышно почевала. Она ни о чём не жалела и не вспоминала. А вы не задавались вопросом? Вот ваше, как вы говорите, стенания, да? Ну, ну, стенания. Ага. И с чем это связано? Ну, то есть, вот, вот, то, что вы, по сути, пытаетесь, пытались, точнее, девушкой манипулировать, манипулировать. Вот. И с чем это связано? Потому что это, ну, в общем, в целом, такой достаточно важный момент в ситуации. Дальше. А, тут мне начало, а, так, а, опять мне не сбылось. Более всего. Знаете, боль здесь, это конфликт. Боль здесь, это противоречие. Надо понять только какое. Чем? Вот, потому что, пока это, честно говоря, я не очень понимаю. О чём, о чём, ну, о чём идёт речь. Вот. Понимаете, да? А, дальше, дальше идём. Вы говорите. То есть, э, ну, вы что. Так, а, тут у меня началась лютая ломка. Нам не снилось, я её подсмотрен, я рвал, жёг-то целый фото с ней, ночь она приходила ко мне во все. Ну, нет, у нас зависимость. То есть, вот, э, то, что, э, то, что вы, вероятно, э, ну, себе подавляли, да? Ну, сейчас это, вот, э, вам даёт, ну, даёт о себе знать. Вот. Я так думаю. А, поэтому, э, э, крайне важно вам, э, э, в этом разобраться. Ну, вот. Разобраться в, э, в том, э, что происходит с вами. Дальше. Так, в июле уличил изменить обстановку. Я ехал на море, но были дыши останы, забыл здоровый, но нервозный, беспокойная короткая сцена, в смысле, обидеться невозможно, взрослась, сама закупала до нуля. А, э, вы, что называется, на девушку, э, ва, 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 поставила. То есть, вот. Да. Э, э, вы, э, поставили, вот, ну, на, на, на кон, на кон, на кон, э, все. Вот. Понимаете, какой момент здесь. Вообраз, конечно, только в том, что этому, ну вот, как бы, поспособствовал. Вот. То есть, ну, то есть, почему вы оставили на девушку психотерапевт, и почему она своего рода сам стала таким, знаете, последним, ну, последним шансом, что ли, для вас. Вот. Мне кажется, это один из таких вообще принципиальных моментов данной ситуации. Вот. Поэтому с этим, мне кажется, нужно разобраться. Опять, я бы хотел более подробной информации об этом. Да. То есть, как именно в процессе ваша самосика упала. Так. Дальше. Добавилось ощущение, что я бросил постельместник, да, чтобы нравится девушкам. А, для чего нравится девушкам? То есть, опять же, да, понимаете, нравится всем любым девушкам, а не одной какой-то. То есть, здесь речь, к моему большому сожалению, не о любви. А здесь речь о потребностях. Вот. Не то, чтобы это, прям, очень ужасно и плохо, но это просто такой... Ну, это просто факт. Да, это просто реальность некоторая, в которой вы находитесь. Дальше. Дальше. Эм, так. На днях произошло вот. Случший вдруг пришел меня в гости, познакомив с новой девушке, с которой недавно надо встречаться. И что вы думаете, я в нее влюбился безумно. Эм, Станислав, вот вы серьезно, вот, ну, эм, 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 ну, говорите, что влюбились, вот, или как? Так, просто, ну, мне хотелось бы понять вас. Да, просто, если, 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 если. Серьезно, то это один момент. Понимаете? Если вы понимаете, что это не любовь, а это просто потребность, что, что ваша потребность, она направила вас просто на другой объект, не сказать, что там, там, по большому счету, эм, все равно, эм, вообще там, не имеет особого значения, кого любить. Вот. Ну, вы, вы извините, как, как, как бы, да, 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 но, вот это, это вот так, там, особого значения не имеет, кого любить. То есть, я хочу, вот, вас, спросить, вы, вы, как бы, сами, вот, как, ну, считаете? Вы, кстати, вы, прям, вот, серьезно влюбились в, 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 эм, ну, в эту девушку, или как? Понимаете, да? Что я имею ввиду. Дальше. Когда в конце вечера при просмотре фильма нужно обниматься, страшно целоваться и обжиматься в моем присутствии, я не выдержал и ушел. Ну, я не знаю, нет, вообще, эм, мне кажется, в некоторой степи, в некоторой, э, степени, странно, что люди в присутствии третьего, э, человек так себя ведут. Да, то есть, я, конечно, не знаю ваших отношений, э, с другом, э, ваш, может быть, э, ну, может быть, э, ну, может быть, э, если для вас это нормально, то есть, ну, может быть, у вас, э, с ним, э, э, такие отношения, как бы, вот, которые, э, ну, позволяют так себя вести, но мне лично кажется, что, э, в некоторой степени это неэтично и, э, неуважительно, э, э, ну, вот, э, по отношению к человеку, да, э, вот, э, подобным образом действовать, вот. То есть, опять же, повторюсь, я не знаю, то есть, ну, я могу ошибаться, но мне кажется так, поэтому тут есть несколько стран. Может быть, друг хотел, э, э, ну, что-то вам, э, продемонстрировать, может быть, друг хотел и хотел вам продемонстрировать, например, свое превосходство, я не знаю. Ну, ну, это странно, повторюсь, это странно. Дальше. Не хочу стереть друга, но отношения с ним и так подпорчены. Чем? Вообще, у меня пропало ощущение опору жизни, как будто почва уходит из панок. А я полагаю, что никогда не было, вы просто жили в заблуждении. Сниживается роботоспособность, между миром в чёрной краске, никогда никуда не стало курить, выливать без мира. Здесь вы говорите про потребность в любви. Вот. Я бы так это, ну, сказал бы. Вот. То есть здесь вы говорите про потребность в любви. То есть здесь вы нуждаетесь в любви. Вы, может, ну, вы, вероятно, себя не любите, да? Вот. Ну, такой вот, да. В полной мере. Себя вы не принимаете. Вам самому с собой некомфортно. Вот. И, соответственно, вы вот нуждаетесь в любви. Если бы раньше вы как-то обходились без этого, ну, потому, потому что ситуации разные, да, и вы могли, в принципе, привыкнуть, да, и просто не знать, что может, ну, что может быть по-другому. Ну, то после того, как вы побывали в отношениях с девушкой, вы теперь знаете, как это может быть по-другому. И, соответственно, уже теперь текаетесь к этому. А вот получить этого вы уже не можете, к большому сожалению. Вот. Соответственно, проблематика заключается, на мой взгляд, именно вот. Именно вот. А все это алкоголь, сигареты, падение работы по-другому и так далее. Да, вот. Как было. А характеризовать это можно одним словом, ради чего боролись. Вот. Ну, просто ради чего. Зачем? Зачем? Все бессмысленно. Вот. А имеет смысл, как бы, жить там, только ради, вот, ну, ради кого-то, например. Вот. Ну, ответственно. Ради кого? А вот вопрос встает, да? И так далее. Здесь идет классический перенос. То есть, я хочу дать себе, я пытаюсь дать другим. Дальше. Так. Значит, находиться для собой мучительно неприятно. Вот. Обостряется внутреннее отражение. Вот. То, что было-было всегда, но то, что вы подавляли. Уважаемые психологи, подскажите, как поднять самооценку и не утонуть в омуте депрессии. Ну, как я и сказал, насчет омута депрессии, я совершенно здесь, ну, можно сказать, категоричен. Вот. То есть, я считаю, что в рамках сайта мы, ну, как бы, мы не можем оказывать помощь при предотвращении на депрессии. Вам нужно обратиться к врачу, вам поставили диагноз, чтобы вам, значит, помогли. Вот. И, соответственно, это уже вам как-то бы дало какой-то результат. А то, что не знаю, вас не видевал, не имею возможности вас осмотреть, да. Вот. Ну, это очень рискованно и имеет все шансы вам навредить еще больше. Вот. Что было-бы весьма неосмотрительно с нашей точки зрения, весьма неэтично. Вот. И не профессионал. Вот. Как мне кажется. Вот. Поэтому такой ответ я могу вам, в принципе, сейчас, да. На этом все. Надеюсь, что помог вам, попробую поднять автоматически нужно вам к психологу сейчас и проживать, 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 проживать весь негатив то, что у вас сейчас через край. Вот. Удачи, всего самого доброго. Я надеюсь, что ваша ситуация будет разрешена.